Если честно, все так быстро произошло, я даже не успел понять. Я так понял, ты протянул ему руку, а он не стал держать. Да, он что-то сказал, типа, а что ты раньше что-то... Саша, а что ты раньше что-то... Я его беру вот так за курткой, вот так, ну, дернул, он меня в этот момент ударил. Я ему два слева засадил, бросил сверху, и сверху еще бил. И нас потом растащили. Я знал, что я эту мразь растаскаю. Просто если бы не было, ну, реально мразь, руку дают, он не протягивает. Если ты, если ты мне руку не протягиваешь, и на меня обижен за те слова, встреться со мной на улице, как я ему говорил. Давай, говорю, разберемся, он ее газовал, он не отвечал. А сейчас вот это вот перед камерой, наверное, исполнил, я не знаю. Я доволен, я ему сунул, что хотел. А сильный этот удар был, пропущенный от него? Если честно, нет, ну, я не знаю. Нет, я просто получил, да, и адреналин я ощущаю. Ну, у вас видео есть? Там видно все? Да, да. Ну, мои удары там видно? Мои удары видно? Нет. Как я бросил, видно? Да, возможно, меня надо пересмотреть. Ну, я ему два раза почувствовал, когда я ему сутку повалил. Ну, ему нечего ловить в улице тракет. Чем эта ситуация ваша должна завершиться? Если этот мешок дерьма со мной где-нибудь выйдет, но он не выйдет, он не адрес, он никак не выйдет. Он очканет, он очкощик. Я ему трус, что только не записывал в сторис, он не отвечал. Ну, я надеюсь, что ваша ситуация боем завершится в клетке. Да, он никогда в жизнь сегодня по ММА не выйдет. Я ему сам, я ему два ляма дал со своего кармана, если он со мной в клетке выйдет, по ММА. Официально. Ему еще мой друг пощечину дал. Пощечину. Видели? Вы мои удары не видели пощечину? Вы ничего не видели? Честно, я не заметил. Все, пощечину мой друг дал. И еще один пацан, и мой брат ему тоже дал. Если хочешь, хоть за один, вот это, что-то вот выйди со мной где-то, куда, на улице. Я не говорю там за деньги. Я сам два миллиона тебе с своего кармана. Да, он просто поделился со мной, бля, очковщик. Но я сейчас помню, не так интересно. Я хотел бы вот дойти где-нибудь пару пощечин тоже дать. А что, не смогли его за кулисами найти? Меня сразу вывезли, машину упаковали и провезли, круг сделали, обратно сейчас сюда вернули. Профол тоже искал вроде его. Да, ему пощечину сейчас здесь есть. Он еще носит. Где он? Кого ищет? А? Кого ищет? Кого ищет? Ищет! Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных трансляций и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Все бегом в закрепленный комментарий. А мы продолжаем. Что, Ахмед, эмоции, наверное, улеглись уже. Ну да. Что осталось внутри? Какие итоги мог бы подвести того, что произошло? Да, ничего особо не было. Мага подошел, Ким Чи его подозвал. Он как раз брал интервью у питбуля. Я не знаю, как его зовут. Рыгбист. И, соответственно, он пожал Мага руку. Подал, точнее, руку. Тот не пожимал. Мага говорит, ну что ты не пожимаешь? И тот начал, ну просто, ну не пожимает. Мага его схватил за руку. И тот, ну, сходу не жданул, короче. Ну и потом Мага его схватил. Сделал проход. Там два раза ударил его и повалил. И на земле начал добивать. И после охранники разняли, вот и все. Ничего не было. Успел заметить, что ты тоже впрякся, да, помните? Или как? Не, я хотел впрячься, но смотрю Мага сверху. Мне зачем впрягаться за Магу? Он сам может разобраться с этим. Вот и все. Я там уже не нужен был Маге. А кто-то из вашей команды тоже, по-моему, успел удары нанести рыгбисту? Да, там один из друзей Маги там дал ему пощечину. И у них тоже какой-то конфликт получился на ровном месте. Ну, и как бы на этом разошлись и все. Честно, вот не сидел, а в какой момент между рыгбистом и Альфредо пробежала черная кошка? Это было давно. У них перепалка словесная была в интернете. Ну, до встречи не доходило. Мага хотел с ним бой. Тот не хотел с ним бой. Соответственно, как бы они не могли сойтись там, то ли по цене, то ли по условиям. В общем, ну, долго шли к этому бою. Магу задевало то, что тот ведет себя надменно. Там в переписках не отвечает. То есть он его приветствует. То есть у меня, наверное, все накопилось. Но он в любом случае, как мужчина подошел, подал руку. Тот не отреагировал на это. Ну, даже врагу пожимают руки, насколько я знаю. Там какой бы плохой враг ни был. Но, тем не менее, как бы получилось то, что получилось. Там, ну, мага, я думал, все равно забрал свое. Поэтому там даже вмешательства не требовалось со стороны. Вот так. Слушай, ты владелец High Fighting Championship. И мега хайповый бой, я думаю, Альфредо против Игрисов в твоей лиге. Да нет, он невозможен там. Ну, как бы, вот прошел бой, итоги известные. Как бы, если он хочет реванш, то, не знаю, пусть берет. А так, на самом деле, ну, смысл этого боя. Он не выйдет, а если даже выйдет... А почему ты уверен, что он не выйдет? Может быть, спеша история есть? Ну, вот на Файнайт более крупная, там, по репутации, ну, промоушен, да? Условно говоря, потому что он, ну, уже достаточно давно на рынке. Если он не принял Камилу предложение, наше уж точно не примет. Ну, вот как-то так. Поэтому смысл даже обсуждать в рамках High Fighting, я не вижу. Я думаю... Да, он случился. Я думаю, если даже кто-то может, только Камил может это бой сделать, и все. Вот так. Спасибо.